Для своей персональной выставки в Историко-культурном центре заслуженный художник России Алексей Кравченко подобрал картины, которые были написаны за последнее десятилетие. Автор экспозиции считает, что искусство должно быть прежде всего понятно людям. На полотнах время настоящее и мир, в котором мы живем, здесь и сейчас. Многим это будет и интересно, и в то же время непривычно, необычно. Люди, которые знают меня как художника, в основном воспринимают меня как такого пейзажного лирика. А здесь я представляю картины, ну такие размышления про наше время. Видное художник привез более 50 картин. Огромный формат полотен впечатляет. Сотрудникам Историко-культурного центра пришлось постараться, чтобы разместить работы мастера в выставочных залах. Очень тяжелые рамы. Посмотрите, какие профессиональные потрясающие рамы. Толстое стекло. Картины безумно тяжелые. Нам пришлось укреплять наши подвесы, потому что они под тяжестью картин прогибались. Но то, что картина такого размера, это, конечно, производит определенный эффект на зрителя. Творческую деятельность художник успешно совмещает с педагогической. С 2012 года Алексей Кравченко – профессор Московской государственной академии акварели и изящных искусств Сергей Андреяки. Рады тому, что вы удостоили нас чести познакомиться с вашими произведениями. Они очень интересные, они необычные. Выставок у нас очень много проходит. Но вот именно сегодня мы увидели совсем другой формат произведений. Вы у нас человек большой величины. Мы рады с вами сотрудничать. Александра Танос в восхищении от картин художника. Ведновчанка впервые в историко-культурном центре, и это посещение оказалось очень ярким. У меня потрясающее впечатление от выставки. Меня вдохновила выставка. И очень хочется бывать чаще на таких потрясающих выставках. Приходите все. Работы Алексея Кравченко выставлялись во многих странах мира. Теперь насладиться произведениями живописцам могут и ведновчане. Экспозиция будет работать до 30 апреля. Наталья Буслаева, Сергей Ларин, Гульнара Балаева, Видное ТВ.